Еще раз добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии член общественной палаты Кировской области, главный редактор телеканала РЕН-ТВ Киров Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Да, мне никого вы у нас не были. Да, и как обычно, я хочу сказать, что все сказанное мной в эфире является моим личным мнением. Хорошо. Надо, чтобы обезопасить и вас. Хорошо, принимается. Не могу не напомнить о том, что на сайте kirovo.ru есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, позднее программы, которые делаем мы, они появляются в качестве аудиофайлов или видеофайлов на сайте kirovo.ru. И вы можете просмотреть, пересмотреть, прослушать, послушать, ну и, естественно, оставить комментарии. Кроме того, на сайте kirovo.ru регулярные анонсы особых мнений появляются. Было анонсировано и ваше особое мнение. И вот Александр воспользовался случаем и задает вам вопрос. Юрий Львович, не планируете ли вы вернуться в областное законодательное собрание? Ну, я напомню, что сейчас у нас пятый созыв регионального ОЗС. Вы являлись депутатом ОЗС четвертого созыва. Вот такой вопрос от Александра. Вы знаете, я не задумался над этим, на самом деле, не играю. Но если поступит предложение от партии, буду рассматривать. Вы имеете в виду ЛДПР все-таки? Да, конечно. Если предложение будет, то вы рассмотрите и чем человек не шутит. Что может быть? Если можно так говорить. Хорошо. Вот такой ответ. У нас сегодня много тем, на которые мы хотим побеседовать. Темы всежизненные, очень важные. Вот хочу я начать с итогов круглого стола, который состоялся 23 апреля. На прошлой неделе организовывала его общественная палата. Он состоялся на базе городской администрации. Очень серьезные, очень насущные вопросы дорожного движения обсуждались. Вы участвовали в работе? И предварительно на рабочих заседаниях мы эти вопросы рассматривали. Сказать, что итоги уже готовы, они еще не готовы, они прорабатываются. Потом будет согласование со всеми участниками круглого стола. Потом будет опубликован окончательный документ. Вопросы поднимались достаточно, в моем понимании, серьезные. Они касались проезда большеврозного транспорта. Ну давайте вот с этого поподробнее. Мы уже многие годы город живет в режиме, собственно, транзитного проезда. И, наверное, еще пройдет достаточно много времени, что он будет в этом режиме жить. В связи с тем, что у нас нет объездной дороги. Хотя отдельные моменты сокращения присутствия крупногабаритных автомобилей могут решаться с оборудованием перезагрузочных площадок за чертой города. То есть подъезжает большая машина к нашему городу, груз перегружается в более маленькие. Маленькие, как делается, это же практика такая, мировая практика на самом деле. И перегружается, да, это дополнительные затраты. Для перевозчиков. Для перевозчиков, да. Но для получателей груза, не для перевозчиков. Для получателей груза, если бы мне сказать. Но это даст снижение нагрузки на дорожное покрытие в городе. Это повлияет частично на экологию того же города. Поэтому эти вопросы все равно надо решать и отмахиваться. От них, мне кажется, совершенно нет необходимости. Их надо решать. Да, это сложные вопросы. Но если администрация города и области комплексно будет решать этот вопрос, то, наверное, она его решит. Но с чего начинается? Даже есть вот простая проблема, которую все о ней говорят, но ее не решают. Непонятно по никакой причине. Это парковка и стоянка большегрузных автомобилей на крупных улицах наших города. И на более мелких улицах. Мы видели, что там бывает, что 10 машин выстраиваются. Они там стоят ни день, ни два, месяцами стоят. Ну, как место хранения автомобилей. Если на законодательном уровне, а это можно решить вопрос запрета парковки на центральных магистралях, начать с этого, а потом перейти на другие магистрали, то владельцы автомобилей будут вынуждены... Мы о большегрузах продолжаем. О большегрузах, да, потому что сужается резко проезжая часть. Возможностью зимой уборки дорог усложняется. Они стоят, их обижают, для них нарастают такие горы. Некоторые даже умудряются, ну, не больше груз для автомобиля, а простые даже вторым рядом ставить. Вот такой пример был, мы показывали, это в наших службах новостей показывало, как на улице Ленина стоял вторым рядом автомобиль, и неделю спокойно стоял, пока после нашего сюжета его не эвакуировали. В течение, правда, часа. Ну, надо признать, ведь в этом отношении кое-что делается, да? Конечно, что делается. И организуются улицы с односторонним движением. Конечно. Зимой у нас запрещена стоянка по ночам на обочинах дорог, чтобы не препятствовать... Ну, вот большегрузы, как ты стояли на Ленина в конце, так они и стоят, и ссылки на то, что их нельзя эвакуировать, я думаю, что это частично надуманный вопрос, просто не занимаются этим вопросом. Наверное, нет. Не занимаются или нет денег? Нет желания? Я думаю, что не занимаются. Если говорить о том, что в организации стоянок вопрос большой, что нет бюджета денег, я думаю, что если передать стоянку, организацию стоянки частным лицам, то они найдут и средства, найдется и место, и так далее, и тому подобное. Вы имеете в виду... Большегрузных автомобилей? Да. Большегрузных автомобилей. Хотя у нас, как мне говорят, что есть места бывшего УТЭП и других местах, места подстоянки автомобилей, но так как, ну, это логично, если тебе не запрещают, то почему не сэкономить денег на хранение автомобилей? Наверняка эти автомобили имеют страховку, поэтому их оставляют на обочине дорог, останется он там, не останется. Уже второй вопрос, ну, страховку человек получит. Вот и с такой целью оставляют. Сказать, что это не так, ну, не всегда. Ну, это нельзя не признать, что строительство тоже самой обездной дороги, так называемого, южного обхода, да? Ну, да. Ну, это большой вопрос. Я думаю, что... Довольно дорогостоящий проект. Дорогостоящий, да. Но это не значит, что мы не имеем возможности сократить количество большегрузных автомобилей на наших дорогах областного центра. На этом круглом столе еще создалась возможность организации платных автопарковок. Да, такой вопрос тоже был. И по словам замглавы администрации Кировской. Скоро первая парковка в середине лета. Вот я немножко там не понял, на какой территории к вам рядом? Здесь сейчас находится рынок. Вот на Комсомольской, да? Да. Который ярмарка официально называется. Который ярмарка, да. То есть он будет ликвидирован. Ну, я так понимаю, да, потому что рынок и стоянка не могут быть совмещены. Ликвидирован, то есть асфальтировали. Да, и будет стоянка, которая будет принадлежать муниципалитету. То есть это не частная организация какая-то будет. Так было заявлено, не знаю, как на самом деле она будет. То есть деньги будут поступать в городской бюджет, соответственно. Сумма за стоянку озвучивалась? Нет, не озвучивалась. Вот еще поднимался вопрос о том, как идут средства, которые получаются штрафом на безопасность движения. Прозвучала цифра, что собирают в Кирове от 260 до 280 миллионов рублей в штраф. Это по Кировской области, наверное, все-таки. Ну, больше 100-ти по Кирову самому. И процент сбора денег достаточно немалый, больше 80%. Попадает в... Обратно, да. В городской бюджет. Именно по статье на безопасность движения совсем, конечно, ну не эти суммы. Поэтому и ставился вопрос о том, чтобы определить цифру, какую будет получать муниципалитет от сбора штрафов именно на безопасность дорожного движения. Вот мы несколько... А под безопасностью тут что имеется в виду? Ну, это все комплексы. Это и разметка дорожного покрытия, это и пропаганда, в том числе. Это установка новых светофоров, организация того же кругового движения, к которому вопрос поднимался. То есть это большой комплекс вопросов. Программа уже по безопасности дорожного движения, она существует. Надо отметить, что мы несколько лет назад поднимали вопрос в общественной палате и в других местах о освещенности нерегулируемых перекрестков. Не пешеходных перекрестков. Пешеходных перекрестков. Ну, надо отметить, что подвижка серьезная в этом вопросе прошла. Появились светильники достаточной освещенности в этих местах. И надо отметить, что аварийность и наезд на пешеходов в этих местах реально сократился. Есть такая карта в ГИБДД, где отмечены наибольшие места наезда пешеходов на нерегулируемых перекрестках. И видно, что если сравнить карту 2012 года и 2015, то мы увидим большую, существенную разницу. Потому что этим вопросом занимались. Ну, вы-то сторонник или противник, что касается этих платных парковок, их организаций, их появления? Да нет, почему? Потому что, ну, мы уже реально видим, что парковаться в центральной части города особенно очень сложно. То есть вы за поддерживать организацию платных парковок? Да. Что вот эта конкретная парковка на месте ярмарки нынешней даст? Ну, это знает только господин Викторович. Я, к сожалению, цель этой парковки... Ну, наверное, в этом районе очень большие проблемы с парковкой. Потому что площадь, которая при вокзале, ее в том же виде собираются и оставить. У нас большой там кусок территории железнодорожная станция, где занимает грязная дорога себе взяла, поставила шлагбаум и так далее. Ну, досталась ей земля. Ну, бытует мнение. Я интересовался у автомобилистов, да, для программы «Трасса 101», как они относятся к организации платных парковок. Они, в общем-то, за. Да, но при условии, чтобы эта была доступна. Конечно, доступна. Ну, опять-таки, бытует мнение о том, что не будут далеко не все платить. Все равно будут оставлять свои автомобили по дворах соседних, на газонах и на тех же, на обочинах, да. Ну, это есть наказание административное, на самом деле? Есть, но... Если бы этим занимались... Нет, вообще, есть штрафы же, во-первых. Нет, я понимаю, прекрасно, да. Не обязательно, если он уж совсем не мешает его автомобилю эвакуировать, да, ну, штрафы-то за находение на газоне или третьим рядом на проезжей части, когда вторым-третьим рядом оставляют машины, не задумываясь ни о чем. Ну, я думаю, что к этим вопросам, если бы занимались серьезно... Ну, есть же, в общем, мировая практика, что этим занимается не дорожная полиция, в основном, а муниципальные службы парковочные. Ну, например, в Москве такая система. Да, в Москве, в городах загнивающего Запада есть такая практика, где муниципальные службы именно этим занимаются. Они достаточно эффективно работают в этом вопросе. Масса этих женщин с папочками ходит, снимает, хотя уже есть и автоматические системы мониторинга парковки. Ну, этот круглый стол по поводу повышения безопасности дорожного движения, он далеко не первый уже. Да, он не первый, и он, наверное, будет теперь практически ежеквартальный, как решили, что есть вопросы, которые можно продолжать рассматривать и давать рекомендации по этим вещам. Я думаю, что эта тема не будет затухать, потому что она актуальна, злободневна. Ну, на ваш взгляд, в общем-то, продвижение-то в положительном состоянии состоянии возможно? Ну, администрация начинает слышать. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Автомобилисты, да, не только автомобилисты, пешеходы мы почувствуем. Я надеюсь. В целом, какие-то лучшие. Хотел бы надеяться. Ну, в ходе этих мероприятий, понятное дело, что вы обсуждаете какие-то материальные вещи. Ну, да, потому что, видите, это все же связано с финансированием, с законодательством. Общественная палата же не может кого-то приказать. Она может рекомендовать. Ну, я думаю, что нас слышат по вопросам распределения средств, по дорожной карте ремонта. Ну, в общем, по различным вопросам, которые касаются безопасности движения, это существует, ну, если нас же услышали по неосвещенным перекресткам. Ну, ведь... Не надеяться, что по другому... На безопасности движения напрямую еще... Ну, поднимали вопросы ямочного ремонта там, ну, не услышали тех ответов, которые бы хотели. Ведь любой ремонт, который проводится на дороге, он еще имеет постгарантийное обслуживание. Безусловно. Да, если по... когда меняется дорожное покрытие на трассах загородных, да, гарантийное обслуживание все же проводится и делается, то на вопрос о том, сколько исков и предъявлены они там за предыдущие годы, именно по ямочному ремонту, на который, я сам это тоже не знал, узнал, что на него годичная гарантия распространяется, ну, как-то не слышно, что предъявляли. Да, действительно. Наверное, есть вопрос. А в ходе этих совещаний никогда не пытались обсудить проблему, не знаю, взаимного уважения, что ли, в участниках дорожного движения? Такие вопросы были. По моральному такому, обману составляющему. Нет, это обсуждалось, только на этом круглом столе не обсуждалось. А в этом направлении, в повышении, так сказать, взаимоуважения участников дорожного движения? Ну, вот будет скоро круглый стол именно отдельно по пропаганде безопасности дорожного движения, вот эти вопросы там, скорее всего, возник. У вас наработки есть какие-то уже заготовки? Ну, обсуждали. Предложения. Предложения. У членов группы есть. У вас? Я по безопасности, именно по пропаганде тоже внес свои предложения, но все же связано с финансированием. Ну, например. Пусть тебе прозвучит. Это какая-то социальная компания, социальная реклама, не знаю. Ну, скорее всего, это начнет, да, это социальная реклама в первую очередь, она должна быть достаточно броской и понимаемой населением. На самом деле, я думаю, что население к этому готово, надо его подтолкнуть. Смотрите, сейчас стали, мы вели долгую разговор, что для автомобилей, выезжающих встречных улиц, ну, желательно бы его пропустить. С авторостепенных. С авторостепенных. Да. Пропустить и продолжать движение. Мы видим, что сейчас большинство автолюбителей пропускают, в ответ получают благодарственное мигание, пропускают при перестроении рядов. У нас единственная такая проблема, которую мы собираемся обсуждать и будем искать способ решения, это когда совершают движение без указания поворотника. У-у-у. Вы такой пласт собираетесь затронуть. Да, собираетесь. На самом деле, за него существует наказание. Есть, конечно. даже работники ГВДД, с которыми обращают, ну, вроде бы так, как это так. На самом деле, это очень серьезная вещь. И когда у нас идет ямочный ремонт, и все стараются что-либо объезжать, не показывая направление движения, то мы же видим, что это приводит к аварийной ситуации. Не включение поворотников такое. Ну, нарушение. Вроде бы мелкое, но на самом деле, оно не мелкое. В моем понимании, это не мелкое. Дело в том, что автоматические комплексы, они, увы, не могут это фиксировать, а сотрудников не хватает. Что называется, не поставить. Я думаю, что нет желания. Но в этой части нет желания. Если начать, если попытаться пресекать, то думаете, что ситуация лучше? Если даже провести, пускай это будет компания, компанейщина, как ни назовут, но все равно дает полчок. Хорошо. Я напомню, что это особое мнение Юрия Шлеминзона, члена общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ Киров. Еще немножко об об облике города хотелось бы поговорить. На прошлой неделе стало известно, что в Кирове планируется украсить в дымковском стиле еще три дома на Комсомольской, номера 21, 23 и 25. В прошлом году, как известно, там украсили дом номер 19. Вот сейчас должен быть аукцион состояться по выбору подрядчика. Он 15 мая пройдет. 5 миллионов 578 тысяч рублей. Почти 6 миллионов вот, собственно, на эти деньги. Много, большое количество комментариев по этому поводу, как положительных, так и отрицательных. Но отрицательных, мне кажется, чуточку побольше. В основном люди не готовят по поводу того, что это все будет делаться на бюджетные деньги. А на какие деньги, на самом деле, не должно делаться, если мы... Это же не частные здания, на которых проводятся эти работы. Ну, может, часть ей принадлежит. Просто идея исходится. Идея. Если бы были не те худшие времена, которые сейчас в экономической части нашей города и страны происходят, ничего плохого в этом самом деле бы нет. чем красивее наш город, тем лучше, да? Но я думаю, что вот эти средства, которые затрачиваются сейчас, можно было бы перенаправить, перенацелить на более острые моменты, связанные, не знаю, с медицинским обслуживанием детей, школы-интерната, детских домов, где есть проблемы. Детей-инвалидов. Вот эти почти 6 миллионов рублей. Да, это не огромная сумма в бюджете города. Но и бывает, что если там не хватает каких-то 100 тысяч, коляску надо купить, и мы с всем миром собираем деревянку-инвалиду, деньги на коляску, когда средства тратятся на это оформление города. В принципе-то вы за или против таких действий? В данной ситуации нет. В принципе, за. Но в данной ситуации я бы эти деньги перенаправил на что-нибудь. Ваш коллега по общественной палате Николай Пехтин, он сказал, что ну хорошо, пусть украсит эти еще 3 дома, но все, все, дальше хватит. Вот вы согласны, поддерживаете? Можно поставить точку? Я бы хотел, чтобы большинство домов были украшены, красиво выглядели. Нет, там есть, знаете, какие положительные моменты? Во-первых, там отремонтировать фасадную часть. Безусловно, да. Подготовка-то будет проводиться, конечно. В этом уже есть плюс. А будет ли она раскрашена цвета дымки или нет? Хотя там не особо, ну цвета-то присутствуют дымковские, но то, что я видел, ну не скажет, это вот дымковская игрушка. Я бы, пожалуй, с вами согласился. Человек, который никогда не видел, не слышал о дымке, он не поймет. О дымке мы больше сами говорим. Когда ты где-то спрашиваешь иногородних о дымковской игрушке, ну немного ее знают на самом-то деле. Хотя она в продаже есть в отдельных регионах. Вот эти четыре дома раскрашенных, они могут стать фишкой нашего города, каким-то изюминкой для приезжающих, в первую очередь. Сомневаетесь. Сомневаетесь. Вообще отказаться от этой, может, идеи? Либо разукрасить вообще фасады здания отремонтируют, уже плюс. Остановимся на этом. Хорошо, поживем и увидим, что называется. Есть у нас еще несколько минут до перерыва. Хотел бы упомянуть вот о каком событии. Комиссия по городскому хозяйству, я имею в виду городскую, Кировскую городскую думу, решила не выносить на голосование нашего городского парламента вопрос о смене статуса земли в парке у дворца пионеров. Предполагалась смена статуса СР-2 на РС. И это значило бы, что в парке можно было бы построить спортивное сооружение, а именно стадион. Открытого типа. Стадион открытого типа, да. Комиссия на голосование не вынесла, но, как известно, глава города Владимир Быков, он уже прокомментировал эту ситуацию и высказался за такой объект. Я тоже против такого объекта ничего не имею, и чем бы больше появлялось, тем более это было бы построено не за бюджетные деньги. Может, с местом... Там частная компания выступала, ты из Комоторга. Это не частая компания, это по программе Volkswagen она делается по всей Российской Федерации. Просто они бы использовали направление, возможность привлечь эту компанию... Компания это частная все равно. Я имею в виду не бюджетные деньги. Ну да. Частая и Volkswagen вообще международная компания выделяет, средства такие благотворительностью занимается. Появление каждого дополнительного стадиона это плюс. Потому что это площадок для занятия физкультурой и спортом. У нас достаточно ограничено. Мы не можем попасть даже в те сооружения... В школах у нас есть площадки? Спортзалы. Я говорю про открытые. Попасть туда практически невозможно. Про спортзалы я не говорю, что иногда в аренду сдавали, будем так говорить. Потому что даже напротив меня находится школа, там все вечером раз, закрыто и дети играют где? Рядом с проезжей частью, во дворе мяч. Хотя во всем мире принято, чтобы после окончания учебного процесса воротики открывают и все идут на площадочке и занимаются. Это правильное решение. И поэтому появление дополнительных средств, то, что мы приняли решение в парковых зонах ничего не строить, тоже хорошо. Но надо смотреть, где это актуально, а где не актуально. вот если будем говорить сторонники и жители отстояли сквер у перекрестка Каламакса. Я хотел об этом сказать, потому что глава города сказал, ну вот смотрите, там отстояли и ничего, ничего не меняется. Неправда. Это неправда? Неправда. Я хочу сказать, что администрация Октябрьского района приложила много усилий, там была произведена чистка, хорошие деревья, посажено большое количество деревьев, которые пережили зиму, все было огорожено. Единственное, что неприглядно выглядит здание бывшей поликлиники, но это должна городская администрация и заниматься, чтобы она выглядела, хотя бы закрыть его там заборами, тентом, чем-то прикрыть. А сквер я думаю, что он потенциально преобразится в нормальное место. А есть схема? Конечно, там же проект есть, выходили на посадку и заинтересованные граждане из других, мне с города даже приезжали, там выглядят деревья совсем молодые, через определенное время будет выглядеть очень даже прилично, клумба возродится, наверное, которая там была, я думаю, что люди будут посещать это место. По поводу смены статуса земли в парке у дворца, по словам главы города, решение вроде как не окончательное и вопрос может быть снова поднят в будущем. я, если бы рассматривал мое мнение, я бы был сторонник этого стадиона. Именно здесь, именно там, вернее. Если, я не знаю, почему, именно в этом месте, не худшее место, это все же, там есть часть, неухоженная часть парка, которая выглядит достаточно непрезентабельно. появление ухоженного стадиона, где проживает микрорайон с большим количеством населения, может в этом микрорайоне, я не изучал глубоко вопрос, может в этом микрорайоне есть место для такого стадиона, тогда, конечно, лучше оставить, будем говорить, парковую зону. Чем больше у нас деревьев, тем лучше. Давайте сейчас прижмемся на короткую рекламу, после которой продолжится особое мнение Юрия Шлемензона, члена Общественной Палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ Киров. Продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение Юрия Шлемензона, члена Общественной Палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ Киров. Еще одну тему хотел бы поднять. На прошлой неделе вышел указ об утверждении положения о советниках губернатора Кировской области на общественных началах. Что это будут за советники такие? обладающие средним и высшим профессиональным образованием и имеющим серьезный опыт в деятельности. Советники будут готовить для главы региона аналитические информационные материалы, экспертные заключения, давать рекомендации в сфере управленческих решений и так далее. Они будут ежегодно до 15 февраля обязаны предоставлять главе региона отчет. Как вы оцениваете появление такого органа, института общественных советников? Чего плохого в этом нет, даже хорошо, если есть возможность посоветоваться и услышать мнение достаточно компетентных и умных людей, то в этом только большой плюс. Ну, лишь бы это были действительно умные и компетентные люди. Во-первых, их же себе выбирает тот человек, который хочет их услышать, правильно? Это же не просто номинальных людей, которых выбирается для того, чтобы получить какой-то статус. Если руководителю комфортно работать, слышать мнение этих людей, оно может не всегда совпадать с его мнением, но если он уже это услышит и понимает, то я вижу в этом только большой плюс. Ну, а чем этот орган не может целиком полностью та же самая общественная палата заменить? У вас тоже там вроде не разбойники с большой дороги, вы все опытные люди в общественной палате. Я думаю, чем больше источников мнения используешь, тем лучше. Пускай это будет и общественная палата, и советники, и просто граждане, которых есть желание услышать. А уже выбирать то, что необходимо тебе, это приоритет самого руководителя. Ну, у вас как с личным желанием попробовать себя в руле общественного советника, губернатора? На таком уровне компетентности я смогу подготовить документы, которые необходимы. Если будут те вопросы, в которых я разбираюсь и смогу помочь региону для решения, или, по крайней мере, пойти, то я это смогу в свое волеизъявление проявить, не будучи в статусе советника. Круг экспертов у нас ведь довольно-таки не широк. У нас всюду одни люди-то, в общем-то. И я не думаю, что в роли общественных советников при губернаторе будут люди какие-то доселе, для нас совершенно неизвестные. Дмитрий Ильич не просто принял такое решение. Значит, есть в этом необходимость. Хорошо, что он готов прислушиваться к мнению других людей. Это большой плюс. Значит, он слышит других. В начале программы я вам задавал вопрос от слушателя по поводу ОЗС. Хочу вас спросить, во-первых, по деятельности областного загособрания, по тем идеям, которые там обсуждаются. Вот какую идею выдвинули главы нескольких районов. Это идея по ликвидации так называемого двоевластия в муниципальных образованиях. Возможно, уже в этот четверг, 30 апреля, состоится очередное пленарное заседание ОЗС. И, возможно, эта идея будет вынесена на рассмотрение. Интересная схема там предлагается. Глава района или города будет избираться конкурсной комиссией, состоящей наполовину из местных депутатов и наполовину из тех, кого выберет губернатор. То есть назначат. Затем избранный возглавит и администрацию муниципального образования. Вот три муниципальных образования у нас находятся. Это инициатива главы района вышла, во-первых, из федерального законодательства, которое позволяет это сделать. Позаботились сначала федералы, чтобы научить власть, как надо ей действовать. Я вообще не очень сторонник этих всех выборов через комиссии, на самом деле. Ну, не повезло власти с народом. Ну, бывает такое, да. Поэтому она решила его подправить. Ну, будет очень, в моем понимании, очень хорошо выглядеть, когда глава поселкового совета более легитимен, чем глава района, потому что его выбирают. Но если бы даже наоборот произошло, на прямых выборах был выбран глава района, да, и он назначил, как бы, в поселениях своих, ну, там, персонально людей, которые отвечали за... Ну, это более легитимно высмотрелось, чем наоборот, как предлагается, для посторонних вообще прямых выборов. Ведь все разговоры о том, что туда попадут не те, кому надо, они отсеются, никуда это не делятся. Все равно переболеть придется, что с этими, что с другими. А если это произойдет просто, да, один пойдет замок к другому, и реального сокращения аппарата не произойдет, и фонда зарплаты, соответственно, не произойдет, не знаю, наверное, в моем понимании, это не очень хорошо. Но вы уже, да, обрисовали эту ситуацию, которая там в сельских поселениях будет, да, выбранный гражданин будет занимать, согласно предложению глав районов, будет занимать и должность и главы поселения, и главы администрации, и представители местной думы. Вот так вот. Сможет ли справиться человек со всеми этими обязанностями, и действительно, схема будет реализована? Руководители у нас крепкие товарищи, выверенные, тем более, они пройдут отбор такой серьезной комиссии, значит, они справятся. Власть у нас ошибок не делает. Еще одна новость из нашего регионального парламента. Оппозиционный, да, депутаты Дмитрий Русский, Владислав Букасов, предложили для экономии средств оставить в региональном парламенте только три оплачиваемых должности спикера и двух его замов. Как известно, сейчас зарплаты получают спикер, председатель, трое замов, да, уже осталось у него, и председатели нескольких комитетов. Не все, несколькие. Схема, на которую ссылаются русских угукасов, она работала как раз-таки вот в парламенте четвертого созыва, да? Да, тогда было всего три. Понятно. Экономия. Я очень согласен с мнением этих депутатов. Согласны? Нет, не очень согласен. Если серьезно заниматься законодательной деятельностью, то, будучи только общественником, результативность будет меньше. Если депутаты выбрались в связи заниматься на профессиональной основе этим делом, то я думаю, что законодательством все же лучше заниматься на профессиональной основе. Это руководители достаточно серьезных комитетов, которым реально хватает работы, чем заниматься. Поэтому экономия, я не думаю, что она огромная, но может в нынешнее время каждый рубль на счету, да. Но заниматься на профессиональной основе, я не считаю, что это плохо. Но экономить-то при этом надо. Ну, давайте посмотрим, да, на федеральное собрание. Ну, будем говорить так, что наш... Госдума, Совет Федерации уже сократили себе зарплату. Я думаю, что затраты, ну, правда, мы и зарабатываем немного, но сказать, что шокует законодательное собрание Кировской области, или даже если сравнить уровни зарплат освобожденных депутатов других регионов, они намного выше. И, во-первых, это всего лишь первый созыв попробовали. Я не могу судить, потому что я не понимаю участие в работе. Эффективно это, неэффективно. Если это эффективно, то надо сказать. Если это неэффективно, то, наверное, вопрос. Еще одно событие, которое, ну, о котором, конечно, уже все слышали. Октябрьский районный суд города Кирова в конце позапрошлой недели закончил рассмотрение уголовного дела в отношении директора Лепси-Уют Владислава Сенцова. Как известно, приговорил его суд к полутора годам на колонию общего режима. Прокурор упросил два с половиной года. Это все про тот случай падения снега на улице Широницев, на месячного малыша. Малыш, как известно, скончался. И буквально вот в конце прошлой недели стало известно, что уголовное дело возбуждено и в отношении сотрудницы администрации города Кирова. Но пока вот не упоминается им фамилия, отчество. Об этом написал Юрий Сергеевич Батарев. Вследствие говорит, что именно эта женщина должна была контролировать наличие на ледянокровлях. Вроде халатность там, повлекшая по неосторожности. Это реальность? Смерть. Вот как вам такой порядок? Я считаю, что это верный порядок. Раз человеку поручено контролировать какой-либо участок работы, он его должен осуществлять, а не отписками просто заниматься, что эта работа проведена. Если бы мы контролировали реально действия исполнителей, это касается и уборки дорожного покрытия, уборки снега на тротуарах. И спрашивали с исполнителей, они закрывали бы на это глаза, то мы бы ходили по чистым тротуарам, убирался бы мусор. В связи с таким, я не буду говорить, что это кумовство или что-либо еще хуже, с трудового коррупция применена. Контролеры не выполняют своих функций, которые есть у них в должностных инструкциях. Поэтому они должны нести наказание за это выполнение своего участка работы. Тем более, здесь вообще страшный случай, к сожалению, что произошла смерть ребенка. Поэтому я считаю, не только исполнители, которые с молотком должны чистить. С лопатой. С той, чем чистят, когда. То и люди, отвечающие за контроль выполнения работы, должны нести соразмерную ответственность тоже. И чем выше контролер, тем он выше должен нести ответственность. В виде полутора лет вас устраивает? Ну, я не сторонник жестоких наказаний особо, но да, он должен был понести ответственность. Вот этот реальный срок, вот это реально уголовное дело, как вам кажется, оно будет иметь урок, что называется, для уявляющих компаний, и следующей зимы, в частности. Лишь бы они только не менялись, каждый год эти компании. У нас есть такая привычка, поработав определенные сроки, уплатив налоги, обанкротиться и дальше. Ну, я не буду назвать ту компанию, которая здесь участвует. Примеры есть такие у нас в городе. И поэтому контроль именно за действием управляющих компаний, обслуживающих население, он должен быть достаточно на высоком уровне. И люди, получающие, работающие за наших с вами от налогоплательщиков зарплаты, должны нести ответственность. Разве они функция контролеров, выполняющих услуги для населения, соответственно, они должны нести наказание, если они не выполняют свои контрольные функции. Контролеров у нас очень много. У нас больше, наверное, чем исполнителей работ. К сожалению, они не выполняют свои контрольные функции. Не надуманные, а не просто кошмарить бизнес или что-либо делать, а именно по делу, когда этот контроль осуществляет. У нас остается пара минут. Я хотел бы поднять вот еще какой вопрос. Мы часто с вами в нашей истории говорим про вредные привычки и про то, как с ними борются у нас государства. В Минздрав поступило предложение о запрете брендирования тигаретных пачек. Обращение к заместителю министра здравоохранения России передал директор института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Вот он ссылается на опыт Австралии, да? Да, где нет, собственно, пачек. В Австралии пачки лежат на витрине, в отличие от Российской Федерации. У нас уже... Лично видели. Лично видели. Не очень стоят дорого эти пачки. Действительно, я разговаривал с местом, процент курящих в Австралии сократился. Во-первых, это очень дорого стоит. Это не совсем доступно, даже по высоким зарплатам жителей Австралии. Ну и такой здоровый образ жизни, он как бы присутствует. Потому что я уж такой курильщик, как бы с большим стажем. Но когда увидел, что на пляже никто не курит, я вышел за территорию пляжа, там покурил и так приходилось выходить. Ну, было просто неудобно, когда люди вокруг тебя не ходят. Ну, так люди-то у нас будут меньше курить, если у нас единообразие будет? Я не знаю, что упаковка привлекает. Да, это нет. То, что, может, не увидят вновь начинающие курить, наверняка это будет воздействовать. Но у нас сейчас же все закрыто. Ты в угадайку играешь, там, если ты знаешь, ты что-то просишь. Если ты не знаешь, ты, соответственно, не купишь. Поэтому это в связи с тем, что у нас места продаж закрыты визуально, то единообразие оно никак не повлияет. Даже если это все будет единообразно. Если оно закрыто, если действительно соблюдается. Да, это соблюдается. Я не видел нигде мест на виду, чтобы сигареты лежали. У них везде закрыт. Достаточно визуально ограничен. Поэтому двойная такая защита. Я не думаю, что она сработает. Только это может еще раз даст возможность увеличить стоимость пачки сигарет, что опять же повлияет на сокращение числа курильщиков. Да, потому что уже менее по карману будет доступен. Не сникает время нашей программы. Я благодарю гостя студии Юрий Шлеминзон, член общественной палатки Кировской области, главный редактор телеканала РЕН-КОВА Киров. До свидания. Спасибо. До свидания.